МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале ДОН в студии Светланы Леонтьева. Доброй ночи. Циничная попытка России выторговать выгодные для себя условия в обмен на жизни людей. Так, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отреагировал на заявление самопровозглашенных властей о якобы готовящейся передаче нескольких удерживаемых в Ордло украинцев. Но не напрямую Украине, а только при посредничестве Виктора Медведчука. Это нарушение всех существующих международных соглашений, в том числе и достигнутых лидерами Нормандской четверки. Они хотели бы передать Ордло, передать граждан Украины Медведчуку. Не Украине в целом, а адрес называют Медведчуку. Это, во-первых. Но, во-вторых, это все мы считаем, что надо поблагодарить за такую инициативу. Инициатива, это очень важно, должна быть в рамках международных норм. Но считаем, что это должно быть соглашение между Россией и Украиной, государством с государством. Люди не могут порезаваться просто, ну извините, как материальные ценности. Это совсем абсурд какой-то. Что это должно отвечать всем нормам международного права. Государство не может, украинское государство, и не будет никогда манипулировать жизнью, судьбой граждан Украины. Никогда. Оно ее защищало и будет защищать руководство с международными нормами. Из-за периодических обстрелов и провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований проводить выборы в 18 территориальных громадах Донбасса небезопасно. Об этом сообщили в Центре избиркоме. Там рассмотрели выводы от военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях, а также управление СБУ и командование ООС. Напомню, 5 января ЦИК обратился к руководству Донецкой и Луганской областей с просьбой разъяснить, возможно ли проведение местных выборов 28 марта 2021 года. Старт вакцинации от коронавируса в Украине запланирован на середину февраля. Первыми получат прививки медики, лечащие пациентов с COVID-19, военные в зоне ООС, а также пациенты и работники пансионатов для пожилых людей. Всего 367 тысяч человек. Об этом стало известно после встречи депутатов партии «Слуга народа» с главой Минздрава. Максим Степанов также рассказал, что второй этап вакцинации, скорее всего, стартует в конце марта и охватит 2,5 миллиона человек. Прививать будут препаратами Синовак и Файзер. Ожидается, что китайский разработчик поставит 700 тысяч доз, а американские – 210 тысяч в рамках механизма Ковакс. Украинскую, будь ласка. Сфера услуг в Украине с сегодняшнего дня полностью переходит на украинский язык. Эта норма прописана в 30-й статье закона о функционировании украинского языка как государственного. И теперь персонал должен обращаться к посетителям лишь на государственном языке, если только клиент не попросит иного. Мифы и правду о языковом законе расскажет Артем Голуб. На Украине вступает в силу нормы закона тотальная украинизация. Все должно работать только исключительно на украинском языке. Следить за соблюдением закона назначили целую команду. Так называемые языковые инспекторы работают в каждом регионе страны. Новая норма – это еще одна попытка притеснить русскоязычных граждан. Кремлевские пропагандисты не скупятся на страшилке об украинском языковом законе. Мол, главная цель документа – притеснить другие языки. Все это очередной фейк и повод создать искусственный конфликт, говорят украинские политики. Не варто і не потрібно політузувати цей закон. Зокрема, говорити про те, що у нас прописується законодавством якісь приниження чи вноблення інших держав, інших, перепрошую, мов, в тому числі національних меншин. У нас з Конституцією гарантоване вільне використання мов національних меншин. Будь-який українець може спілкуватися у побуті будь-якою мовою. І держава тільки це вітає. Чим більше мови будуть знати українці, тим краще. Изменения коснуться только сферы услуг. Обращение персонала, інформація о товарах или услугах – все це буде на государственному языку. Такі нормы тепер действують в заведеннях общественного питання – музеях, бібліотеках, магазинах, банках і АЗС. Но по желанию клиент може получити услугу на любом другом языке. За проханням клієнта він попросить, щоб його обслуговували, скажімо, румунською, горською чи російською. І буде можливість у персоналу це зробити. Це не порушення, це абсолютно нормально, демократично. Люди як хочуть, так і спілкуються між собою. Нікаких язикових інспекторів, о которых говорять кремльовські пропагандисти, в Україні не существует. Штрафи – не самоціль. Накладати їх просто так ніхто не вправе. Тільки за умови фіксації випадків порушень та винесення спершого попередження, яке має бути виправлено продовж року. Але не факт, що порушення підтвердиться і штраф застосують, бо кожен випадок розглядатиметься окремо. Порушення, якщо персонал відмовляється принципово обслуговувати вас українською. Тому хочу нагадати, що слово клієнта, воно є вище. Закон не притісняє прав на використання любого іншого язика. В законі ні слова о російському язикі немає. Так, як ні одному іншому, крім українського. Просто повинні говорити на українському. По просьбі можуть перейти на будь-який інший, який попросять. Я вважаю, що абсолютно не проблема використовуватися будь-яким іншим язиком. І що цей закон ні разу не втесняє інші язики. Мені не суперечить, я можу вільно розмовляти російською. І абсолютно нормально відношуся до людей, які розмовляють російською. Для мене взагалі не є проблемою цей закон. Почти сотню пунктов обогрева открыли на время холодів в Винницькій області. В Днепреже к бесперебойной роботі во время морозів готовиться общественный транспорт. Подробні о ситуации в регіонах наші корреспонденти. Отдельний угол в зале ожидання на 12 місць і стол. На Винницькому железнодорожному вокзалі обустроили пункт обогрева. Очень важливо. А че? Тому що люди греються. Холодно. Около сотні таких же пунктов открыли на всіх вокзалах області на період морозів. А не круглосуточні і для всіх желаючих. Главне правило – підтримуватися карантинних норм. Щоб ці люди були спокійні, не дебуширили, не буянили. І найголовніше – не заважали пасажирам. І щоб дотримувалися маскового режиму. А так карантинних обмежень. По нескільки разів в день сюди будуть приїжджати бригади волонтёров. Ми вже обусловили маршрут, по якому буде відбуватись допомоглядне кормлення. І будемо також поїти людей гарячим чаем. Нам треба бути в місцях скоплений людей. Це железнодорожний вокзал, це автовокзал, це ринки. А для нуждающихся на ринках організовали витачу гарячих обедів. 40 літрів. Це приблизно на людей 30-35. І так, щоб вони ще могли з собою навіть в дому взяти. Волонтёры будуть готовить, пока не стабілізується температура. А боч прекрасно. До цього ви тебе, коли їли в останній раз? Позавчора, по-моему. Тем временем областные дорожні служби чистят трасси от снега. На линию вышли 117 спецавтомобилей, а також 260 коммунальщиків. Солена суміш, на якій ми працюємо, вона десь до минус 12. Після того, вона вже не працює, не дає эффекту роботи. Тому це зараз ловим моменти, тільки чистому, чистому дорогу. В Днепрі к бесперебойной работе в морозы готовят общественный транспорт, устанавливають дополнительные обогреватели в салонах автобусов. Непосредственно перед зимой ми закупили множество кількостей этих печів. Ми їх ставимо дополнительно для пассажиров, ми їх устанавливаємо під сиденья. Щоби автобуси не глохли на маршруте, приобрели специальне топливо. Оно не замерзає даже при температуре минус 23 градуса. Естественно, це удорожання йде, расходна частина увеличиться. Ну, понимаємо, що машина не должна встать із замерзшого топлива. В воскресенье 17 января в Україні ожидаються сильные морозы. Преимущественно без осадков і до минус 25. На дорогах местами гололед. Арина Кантонистова, Виталий Демец, Наталья Гусак, Владимир Штенгелов. Винница, Днепро. Твой дом. Не потерять передовые позиции в космической отрасли. Кабинет министров Украины утвердил концепцию пятилетней комплексной программы развития этой сферы. Чем будут заниматься наши ученые-конструкторы, на чем планируют сделать основной акцент, знает Олег Шумейко. Старт с космодрома Канаверл во Флориде корабля Крю Дрэгон с двумя астронавтами на борту. Историческое событие, за которым в прямом эфире 30 мая 2020 года наблюдали свыше 5 миллионов человек. Впервые в истории частная компания доставила людей в космос. Успешный запуск произошел в том числе и благодаря украинскому программисту Алексею Пахунову, который с 2013 года трудится в компании Илона Маска. Украина по-прежнему играет большую роль в развитии космической отрасли, проектируя свои ракеты-носители. Илон Маск сказал, что мы признаем украинскую ракету «Зенит» – это лучшая ракета в мире. Но, сказал, после моей SpaceX. Но все равно, значит, тоже он признает качество наших ракет, современность наших ракет, технологичность наших ракет. То, что делают наши украинские специалисты, конструкторы, ученые. Из последних достижений украинцев в космической сфере участие в программах «Морской старт» на плавучем космодроме в Тихом океане и «Наземный старт» с запуском ракет с космодрома «Байконур». Все эти проекты использовали нашу ракетную технику, ракеты-носители «Зенит». Значит, в «Морском старте» – «Зенит» – «3СЛ», на «Земном старте» – «Зенит» – «3СЛБ». То есть «Б» – это «Байконур». Концепцию комплексной. Пятилетние космические программы Украины утвердили в Кабмине. Способами реализации общегосударственных интересов Украины в сфере космической деятельности должно стать стимулирование и расширение международного сотрудничества, осуществление общих проектов и разработок, в частности, в рамках программы «ЕС Горизонт Европа» и в рамках сотрудничества с Европейским космическим агентством. НАСА и другими ведущими агентствами мира. На реализацию программы потратят 15 миллиардов гривен за пять лет. А в планах не только усовершенствование новейших образцов ракетно-космической техники, но и реализация проектов наблюдения и изучения атмосферы, климата, водных ресурсов Земли из космоса, участие в международных программах по изучению Луны, развитию украинских систем навигации и телекоммуникации с использованием спутниковой связи. Олег Шумейко, Валерий Бакус, Руслан Белозеров, Киев. Твой дом. Остались считанные дни до инаугурации нового президента США. В Вашингтоне усиливают меры безопасности. 25 тысяч солдат Национальной гвардии будут охранять спокойствие столицы в день, когда Джо Байден примет присягу. Подробнее мои коллеги расскажут. Трехметровые заборы, колючая проволока и посты вооруженной охраны по периметру. Так выглядит правительственный квартал в центре Вашингтона. 25 тысяч солдат Национальной гвардии будут охранять Белый дом и здание Капитолия в день инаугурации Джо Байдена. Накануне в ФБР заявили, что, по их данным, вооруженные протесты могут произойти уже в эти выходные. «Вчера мы действительно получили письмо от американской секретной службы с просьбой рассмотреть вопрос о закрытии нескольких зон в Национальном парке. Это центральный район мемориального комплекса вокруг Белого дома и участки Пенсильвания-авеню». Меры защиты предпринимаются не только в столице. В свете новых угроз устанавливают барьеры вокруг правительственных зданий всех 50 американских столиц. Расследование дел, связанных с захватом Капитолия, 6 января ведется полицией совместно с ФБР. Открыто уже более 300 уголовных дел. Собрано около 140 тысяч снимков и видео. Материалы одного из дел стали известны журналистам. Штурм, возможно, был спланирован. Его целью могли стать захват и убийство членов правительства. Расследование обстоятельств штурма может коснуться и некоторых членов Конгресса. «Если кто-то оказывал помощь и содействие преступникам, то прокуратура должна принять меры даже в отношении Конгресса». Полицейские, которые охраняли Капитолий, называют 6 января худшим днём в их жизни. Их избивали дубинками, а глаза заливали слезоточивым газом. «Это был настоящий кошмар. Атака на американскую демократию прямо в столице». 6 января несколько сотен агрессивно настроенных сторонников президента Трампа атаковали Капитолий. Штурм закончился погромом в здании и гибелью четырёх человек. Ещё одна жертва полицейский Брайан Ситник скончался на следующий день в больнице. Николай Старков, Телеканал Дум. Футзальный чемпион Украины Херсонский Продексим разгромил северо-македонский клуб «Шкупи» в одной шестнадцатой финала Лиги чемпионов. За две стартовых минуты матча украинцы дважды распечатали ворота гостей усилиями Зварича и Белокатырковца. После перерыва успех Продексиму удалось развить. 5-1. Лёгкая победа украинского чемпиона и выход в следующий раунд футзального Еврокубка. Жеребьёвка одной восьмой финала Лиги чемпионов состоится 21 января. Вторжение динозавров в Калифорнию. Сюда с гастролями приехала уникальная выставка доисторических существ и обычный стадион. В Пасадене превратился в настоящий парк юркского периода. Сотни динозавров в натуральную величину и совсем как живые, ведь создавались под руководством учёных, разгуливают по улицам. Особой восторг у прохожих вызывают детёныши-динозавры. Они очень дружелюбны и с удовольствием позируют на камеру. С пожеланием приятного воскресного отдыха я прощаюсь с вами на неделю. И напоминаю, новости телеканала Дом всегда можно найти в YouTube, Facebook и Telegram. Доброй ночи и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова